В нашем проекте «Реальные люди» сегодня начальник избирательного штаба Алексея Навального в Казани Эльвира Дмитриева. Мы обсуждаем темы, которые повлияют на жизнь нашего гостя, жизнь республики и других регионов по Волжи. Эльвира, привет! Привет! Хочу спросить у тебя, какую тему, наверное, все-таки одну ты могла бы выделить на прошедшей неделе? Митинг, очевидно, это митинг. Смотри, митинг, это, естественно, антикоррупционный, который прошел в воскресенье в парке Крылья Советов. До сих пор, наверное, многие так и не поняли, согласован он был или нет, но мы эту тему, наверное, брать не будем, поскольку в ней пусть разбираются юристы, либо суды. Мы считаем, что он согласован, потому что закон на нашей стороне, а исполком просто не знает своих, не знает законов. Ну, тем не менее, мы это никак изменить не можем, поэтому вопрос, наверное, будет первый. Поскольку мы, журналисты, часто посещаем все эти митинги, будь они оппозиционные или неоппозиционные, мы в этот раз обнаружили людей, лиц, которые мы вообще никогда не видели. То есть различные политологи и прочие люди, которые считают, что их мнение важно, говорили о том, что эти митинги в России изменились в том плане, что очень много молодежи и даже школьников. Я не буду говорить про школьников в Казани, потому что я не знаю, школьники они или студенты, но тем не менее, молодых людей было очень много. С чем ты это связываешь? Школьников действительно было много, много было молодых. Я думаю, что там большинство было, конечно, студентов, а не школьников. Хотя вот сейчас по интернету я вчера видела ролик, где видно, что женщины-полицейские там ходят и выискивают именно школьников, задают им вопросы и просят у них сказать какие-то данные о себе. В общем-то, это не совсем, мне кажется, законно. С чем я связывала? Я думаю, что вот как раз это влияние того фильма, который опубликовал Алексей Навальный и команда ФБК, он во мне демон. Поскольку он очень хорошо разошелся в интернете, его все увидели, и в основном молодежь, у молодежи возник такой резонный вопрос. Ну, как-то надо получить ответы. То есть правительство должно как-то ответить. И поэтому вот они увидели, что проходят митинги и пришли. Ну, да, это же тоже были расследования, которые касались других чиновников, например, Игорь Лисейчин или господина Володина. То есть понятно, что этот ролик просмотрело, по-моему, 15 миллионов только на Ютубе. Но раньше молодежь в таком количестве, в Татарстан, в Казани конкретно не выходила. То есть они могли обсуждать что-то в интернете, кричать, что это там плохо и нужно там кого-то посадить или привлечь к ответственности. Но, однако же, не выходили на площадь. А тут я могу сказать, что даже мои знакомые, которые никогда на митинг не выходили, но поддерживали то, что делают наши оппозиционеры, тем не менее, вышли все-таки. Ну, то есть неужели фактор именно сказался фактор Ютуба, поскольку там очень много молодых людей, собственно, просматривают различные видео. Может быть, этот фильм стал последней каплей. Возможно, просто школьники созрели выйти, эти студенты. Возможно, как один из факторов, я могу сказать, что это хорошая организация федеральная была. Потому что, когда человек знает, что выходит только в его городе, это одно. А когда человек знает, что выходит вся Россия, тут уже, наверное, как-то неудобно не выйти. Люди хотят выйти, тут есть такой элемент азарта, да, то есть сколько в каждом городе выйдет человек. И люди потом говорили, что вот мы в Казани, довольно-таки много людей вышло, не стыдно за Казань. Говоря о том, что Казань отличилась, в принципе, тем, что достаточно много народу для нашей республики, второе различие было в том, что у нас, в отличие от многих российских городов, где прошли антикоррупционные митинги, и у нас фактически не было задержаний. То есть было два, это Марсельшин судей в конце митинга, и тебя задержали уже далеко от митинга, тем не менее, как бы именно по этому поводу. Сейчас, как ты знаешь, и как знают наши читатели, и слушатели, и даже зрители, начались возбуждения административных дел, идут суды, но, например, как не то, что даже в Москве, в том же самом Питере задержали 130 человек, в Махачкале задержали 40, по-моему, 6 человек, в Самаре задержали 10 человек, в Тольятти, вчера в Чувашии начали людей привлекать к ответственности. Почему, на твой взгляд, сотрудники правоохранительных органов на самом митинге не стали устраивать зачистку, то есть хотя бы минимальную? Ну, возможно, это связано с тем, что все-таки власти, как они не хотят признавать тот факт, что мы действовали по закону и все согласовали, исходя из закона, они все-таки понимают, что мы-то были правы, да, они хоть и не хотят это признавать. Поэтому, тем более, когда пришло такое большое количество людей, ведь, как ты знаешь, была проведена какая-то такая анти-пиар-компания в соцсетях, то есть и на сайте исполкома было опубликовано заявление о том, что митинг является несогласованным, также Татаринформ напечатал у себя и распространил в соцсетях, большое им спасибо, то есть они таким образом даже, может быть, привлекли какое-то количество людей таким анти-пиаром, вот, потому что, в общем-то, любое упоминание, это заставляет человека задуматься, и уже самому делать выбор, идти ему на митинг или не идти на митинг. Но в Москве, то же самое Хачкале, в Самаре, не помешало это разгонять людей, задерживать их прямо на митинге? В каждом регионе была своя ситуация, именно с согласованием, да, то есть, например, похожая ситуация была в Новосибирске, когда они тоже выиграли суд после нас, и там исполком признал свою ошибку, нашел в себе смелость и силы признать ошибку, и провести большое, хорошее мероприятие, 4 тысячи человек у них пришло. И они всячески, ну, может быть, и не помогали, но не препятствовали организации митинга. А наши вот не нашли в себе смелости признать свою ошибку. Сейчас, по-моему, уже около 6 или 7, может быть, уже больше, всех невозможно проконтролировать составный административный протокол в отношении 6 или 7 лиц, им вменяют участие в несанкционированном митинге. Тебя за организацию уже тебе назначили 20 часов из прав работы и штраф, другим людям 35 часов, штрафы 10 тысяч и так далее. Поскольку ты была организатором, не считаешь ли ты, ну, себя не то, что виноват, а ответственность за всех тех лиц, которых сейчас привлекает к ответственности, поскольку неважно, знали они или не знали, был ли митинг согласован или не согласован, тем не менее, ну, как бы, ты его проводила, и вот сейчас, к сожалению, или для кого-то, может быть, к счастью, этих людей привлекает к ответственности. Ответственной я себя, конечно, считаю, поскольку всегда, я уже многие годы провожу митинги в Казани, и всегда стараюсь согласовывать и максимально взаимодействовать с исполкомом, для того, чтобы мои мероприятия, которые я провожу, всегда были согласованы, потому что я ни в коем случае не хочу подставлять людей. Меня саму несколько раз судили за мероприятие, и, в общем-то, суд не самое приятное место, где может человек оказаться. И я могу сказать, что если кому-то из участников митинга придет повестка, то я прошу их обязательно мне написать. Мы найдем юриста, мы поможем, доведем дело до ЕСПЧ, в случае, если осудят. Мы никого не бросим. Так получилось, что мы действовали по закону, но закон в данном случае исполком отказывается принимать в сторону закона. Мы, в общем, планируем помогать людям. Вчера у нас было собрание в штабе, люди приходят, интересуются. Настрой такой боевой, то есть никто мне не сказал, что я не виновата. Я жалею о том, что я пришел на митинг. Такого я ни от кого не слышала. Наоборот, люди говорят, что был очень хороший митинг, хорошо, что он прошел. И как-то есть такой, какой-то даже объединяющий момент. Люди готовы помогать друг другу, готовы ходить друг к другу на суды, и активно интересуются, значит, как движется, как продвигается ситуация у тех, кому уже принесли повестки. Я думаю, что это как раз даже будет каким-то объединяющим моментом в чем-то. Возвращаясь к теме пиара и анти-пиара прошедшего митинга, в некоторых группах в социальных сетях, в основном ВКонтакте, неизвестные люди распространяли информацию о тебе, о твоей семье, и о том, что ходить не надо. То есть я не буду цитировать, что там было написано, но тем не менее это касалось твоей семьи. То есть понятно, что люди, скорее всего, отрабатывают чьи-то деньги, потому что вряд ли можно писать ту информацию, которую они могут вряд ли знать, поскольку вряд ли знают твою семью и так далее. Как ты относишься к таким вещам? И что-то, может быть, изменилось после твоего двух посещений полиции в субботу и воскресенье, и потом суды в понедельник, и вот этих обязательных работ 20 часов, может быть, тебе муж сказал, слушай, или вернул? Сколько можно-то? Нет, не сказал. Наоборот, очень переживал, поддерживает. По поводу правдивости всех этих заявлений, которые там ВКонтакте печатали, анонимно, кстати. Там в одном из сообщений было написано, что вот Дмитриева метр с кепкой. Все, кто меня знает, сложно представить, что это писал человек, который меня никогда вообще не видел. У меня рост метров 75, и назвать меня метр с кепкой – это очень странное заявление. Я думаю, что все остальные заявления, которые там написаны, это просто какие-то выдумки, просто для того, чтобы показать. Некоторые пишут, что я неадекватная или еще кто-то. Человек может прийти в штаб, пообщаться со мной и сделать сам свой вывод о том, какой я вообще человек. Потому что я со всеми разговариваю, мы работаем 6 дней в неделю, я работаю лично сама с 11 до 8, то есть это 10 часов. Все, кто приходит, я со всеми стараюсь разговаривать, хотя иногда не всегда могу. Ну, хотя бы там 5 минут я с каждым готова поговорить. И каждый может сделать свой вывод о том, что я вообще за человек. А вот, возвращаясь к теме молодежи, вот в избирательном штабе Казанском, Алексея Навального, из тех волонтеров, которые, ну, практически, можно сказать, на постоянной основе работают, не просто там за деньги иметь, сюда постоянно приходят и так далее. Как много молодежи, то есть сколько им примерно лет, где они учатся, и объясняли они тебе, почему вдруг они решили поучаствовать в компании, которая, ну, по сути, все-таки до нее еще далековато? Ну, я могу сказать, что из тех, кто к нам приходит, практически половина возвращается. То есть они приходят повторно. У нас уже образовалась такая некая традиция. Люди говорят, что им очень нравится в нашем штабе, я этому очень рада. Что у нас есть такая атмосфера, которая их привлекает. У нас встречаются единомышленники. Я думаю, что в дальнейшем будет еще у тебя есть. И мы сейчас как-то еще больше обживем штаб. Я могу сказать, что для меня штаб уже как дом. Я утром прихожу, чай завариваю, там, агитацию раскладываю. Все это уже такое, такие какие-то приятные хлопоты. То есть как будто я прихожу там во второй свой дом. Вот. И люди точно так же, они приходят, производят пирожные, это дело в том, что получилось так, что в момент митинга, то есть я пообедала, поехала на митинг, потом были события, то есть не до еды, конечно, было. Вот. Потом я приехала домой, тоже тут надо было готовить документы к завтрашнему суду. И, в общем-то, потом весь день следующий был суды, три суда в день. И я вот там одному своему другу пожаловалась, что вот я почти ничего не ела, он на следующий день принес мне пирожное. Вот. А сколько все-таки лет, вот именно в отношении, касаемо волонтеров? А, волонтеров. Ну, в основном это 18-19 лет. То есть у нас, конечно, бывает, что приходят 15-летние, которые тоже активно сидят в интернете и все это видят. Они приходят, интересуются, они настроенные, то есть они спрашивают, имеют ли они право на агитацию. То есть они ни в коем случае не хотят ни навредить ни себе, ни нам, потому что понимают, что к штабу повышенное внимание, юридическое в том числе. И, то есть, мы, конечно, все будем делать по закону. Ну, как они объясняют свой приход? То есть 15-летние, 19-летние, ну, то есть, Эльвира, я хочу агитировать за Навального или я уже устал сидеть дома и хочу занять чем-то полезным. Ну, то есть они же приходят зачем-то или я думаю, что мне тут деньги заплатят. Я думаю, что, ну, молодежь особо как-то не объясняет свою позицию, они просто приходят, это очень хорошо. В основном, почему приходят, объясняют люди постарше. То есть, например, приходят 40-летние предприниматели, говорят там, невозможно работать, вот мы поэтому пришли. А молодежь, они приходят в основном там к каким-то компаниями иногда даже, говорят там, мы хотим, дайте нам листовки, говорят, мы хотим листовки разносить. То есть, а вот именно свой мотив, они не очень, может быть, может быть, это что-то такое очень личное, они подробно не рассказывают об этом. А насколько я знаю, за тобой в начале открытия штаба была слежка наружная. Да, я заметила. Как-то это прекратилось или продолжается? Да, было такое, то есть, было несколько моментов, когда я очевидно заметила, что за мной идут. И там как-то остановилась, и было видно, что человек растерялся. Но я думаю, что и другие есть, другие были моментом. Возможно, я просто из своей какой-то беспечности... Ну, как вот страха у тебя нет? То есть, в Питере подожгли дверь штаба Навального. Ну, правда, когда там никого не было, но тем не менее. У нас все что угодно может быть тоже. Да, мы, в общем-то, осознаем все риски, понимаем, что может быть противостояние, какое-то. То есть, все возможно. Это не повод был не открывать штаб. И потом я все-таки надеюсь на благоразумие наших властей, потому что, ну, например, когда в ФБК происходит какой-то инцидент, когда у них там вот сейчас отняли всю видеоаппаратуру, да, количество пожертвований увеличивается, потому что люди видят в этом несправедливость, да, и наоборот стремятся помочь. Вот, например, по поводу моего задержания, да, вот, уже больше 10 тысяч, ну, почти 10 тысяч просмотров на Ютьюбе того момента, как меня задерживали. Мне звонят люди с поддержкой, со словами поддержки, очень много пишут и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и даже находят мой телефон. Ну, в принципе, я его не скрываю. И пишут там и в Ватсапе, и в Телеграме, и, в общем, везде. И говорят такие слова поддержки, говорят, что они очень за меня переживали. Говорят, что если мне надо будет куда-то поехать, то их машина в моем распоряжении. Поэтому если власти думают, что меня теперь никто в машину свою не посадит, то это не так, конечно. Как сейчас себя чувствуют те люди, которые тебя подвозили? Вот Дмитрий, который, собственно, водитель, который пытался спасти тебя от неизвестных людей в масках, как потом оказалось, сотрудников полиции. Мы с ним разговаривали сразу после случившегося. Может быть, там, не знаю, не сказали ли его дочь, что, знаете, Эльвира, наверное, больше мы не пойдем на ваши митинги и будем дома сидеть чай пить. Нет, не сказали, наоборот, зовут в гости и говорят, что всячески готова мне помогать. Эта история, наоборот, произвела на них такое впечатление. Они понимают, что это такое противостояние за ту деятельность, которую мы ведем. Вообще, Дмитрий, я знакома достаточно давно. Он очень хороший человек. Он замечательный водитель. Это, в общем-то, нам очень помогло. И вся его семья меня поддерживает. Его жена приглашает меня на свой день рождения. И дочь тоже, в общем-то, нет никаких претензий ко мне. И наоборот, когда я предложила им, что, может быть, там, ну, надо как-то компенсировать там или что-то еще, они, в общем, замахали руками и сказали, что ты, что ты вообще. Даже вот не извиняйся вообще, даже не думай. Там как-то думать, что это, в общем-то, есть в этом какая-то твоя вина. Спасибо большое за разговор. В нашей сегодня книжной такой студии была начальник избирательного штаба Алексея Навального и Эльвира Дмитриева. Смотрите нас на нашем сайте delreal.org, в наших социальных сетях и на канале в YouTube. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова